Всем привет! Если вас интересуют покупки с Алиэкспресс, то вы попали туда, куда нужно, потому что дальше будут распаковки и мои последние покупки. А сейчас хочу напомнить тем, кто подписан или новеньким, что у меня есть телеграм-канал, где я публикую все ссылки на свои покупки. Еще также публикую там ссылки каких-то интересных вещей или супервыгодных приложений. Не забываем про помо-коды, купоны и так далее. Короче, подписывайтесь внизу, ссылочка в инфобоксе. Там очень полезно для тех, кто любит шопиться на Алиэкспресс. Ну а сейчас давайте начнем. И первое, что хочу сегодня вам показать, это манишка. Сейчас это очень модный и очень стильный элемент гардероба, к тому же он еще и теплый. Это такая своеобразная замена шарфа, особенно если, например, у вас какое-то пальто, где нужно что-то подмотать. По качеству, хоть это и не какой-то там супер брендовый магазин, мне очень понравилось. Манишка очень толстая. Она у меня в сером цвете, но вы видите неоднородность ниток. То есть они такие серые, голубые и с примесью немножко коричневых. Размер манишки, мне кажется, очень оптимальный. То есть она не маленькая, прикрывает, так скажем, не только горло, но напоминает слегка по силуэту жилетку. Больше всего переживала за качество исполнения. И, так скажем, цена у нее была не супер дешевая, поэтому хотелось получить максимально качественную вещь. И вот вы видите, даже молния прикрыта. Все сделано так, чтобы это все выглядело красиво. И все на самом деле выглядит красиво и аккуратно. Еще один плюс, это фурнитура. Во-первых, она выглядит хорошо, недешево. Во-вторых, она под никель, вот такого серебряного цвета. Это тоже выглядит хорошо на серой манишке. И еще обращаю ваше внимание, что ворот, который расстегивается, вот этот вот, он двойной. И в случае, когда мы его застегиваем, так мы его еще немножко подворачиваем. Вообще получается 4 оборота ткани вокруг шеи. Сейчас я покручусь тут перед вами, покажу, как сидит манишка на человеке. И еще хочу сказать, что она представлена в двух цветах. Вот такой вот серый, как у меня. И темно, я бы назвала, да, это темно-сером. Как вы видите справа на фотографиях продавца. По составу это полистер плюс хлопок. К сожалению, я не знаю в каком соотношении никаких бирок на самом изделии нет. Эта информация у продавца представлена при выборе товара. Доставка заняла 29 дней. И по цене 1740 рублей без скидок. Мне она обошлась в 1090 рублей. А теперь хочу поделиться с вами одним магазином. Магазин называется WatchTown.ru. И, конечно же, ссылка будет в описании. Здесь небольшая распаковка по ссылке. Вы видите, как все было упаковано. Я еле распаковала. Как уже понятно по названию, это интернет-магазин, в котором продаются часы именитых марок по очень выгодным ценам. Там постоянно какие-то скидки. И, кстати, внизу будет промокод, который еще вам даст дополнительную скидку к празднику. Сейчас вообще будет очень актуально, потому что там есть и мужские, и женские. Доставка очень быстрая. До меня они дошли в течение четырех дней, с учетом, что выпало на выходные. И доставка была бесплатная, курьерской службой. И, как вы видели, все было шикарно упаковано. На сайте огромный выбор часов разных марок. И, я думаю, что можно выбрать на любой вкус. Ну, а теперь давайте перейдем к моей модели. Конечно же, я оставлю ссылку под этим видео. И смотрите, как она прошла. То есть, помимо того, что она была снаружи хорошо упакована, то есть, весь браслет был вот запаян вот в такую вот пленку. То есть, все максимально сделано хорошо, чтобы ничего у нас нигде не поцарапалось и так далее. Часы приходят вот в такой вот коробочке, которая, мне кажется, идеально подойдет для хранения. Что я, собственно говоря, и буду делать. Мои часы от бренда Armani. Производство Италия. Кварцевый механизм. Сталь с розовым покрытием. Розовый циферблат. И вообще они такие, я бы назвала больше розовое золото. Циферблат часов украшен кристаллами Сваровски. Стекло минеральное, что, в принципе, если я не ошибаюсь, не уступает по качествам сапфировому стеклу. Сейчас я на видео показываю механизм застежки и поводонепроницаемости. Конкретно, например, эта модель может выдержать брызги, дождь, руки помыть можно, но в них не следует плавать. Это как бы не спортивные часы. И, конечно, я напоминаю, что у меня есть промокод валериямаслова10, который будет действовать до 15 марта включительно. И даст вам еще дополнительно 10% скидки на весь ассортимент интернет-магазина. Тем временем переходим к следующей вещи. И это вещь от турецкого бренда Трендиол. И это такой, знаете, для меня какой-то неоднозначный магазин. Сколько раз я там не заказывала, никогда не было эффекта вау. Все время есть какие-то но. Но давайте я вам сейчас все расскажу. Начнем с того, что по составу ткани продавец заявляет на бирках изделия, что тут 64% хлопок и 36% полистер. По тактильным ощущениям 99% полистер и непонятно, что еще. Я подумала, что отнеслась достаточно предвзято к этим брюкам, поэтому решила их поносить и только после этого включила их в обзор. И честно скажу, что через пару носок они покрылись уже катышками в тех местах, где я на что-то садилась. Где этих штанов касалась, я не знаю, какая-то другая одежда. Ну честно, ни с одной вещью, с Алиэкспресса у меня такого не было. Дальше. Я заказала себе эти штаны в размере М. Можно было, конечно, заказать в размере С, потому что у них европейская размерная сетка. Видите, тут еще такой талмуд прикреплен на всех языках. Где указан вот этот вот неправильный, так скажем, состав. Штаны сели, мягко говоря, странно. Они меня увеличивают. У них очень широкая, непонятная какая-то расхлебанная резинка. При этом оказалось, что у них нет карманов. Я как-то на это не обратила внимания. На спортивные штаны без карманов для меня выглядит достаточно странно. Цвет у них не совпадает с заявленным. Но единственное, кстати, что мне понравилось, это цвет. По стоимости они обошлись мне в 512 рублей. На момент покупки без скидок цена была 794. После оформления заказа продавец через пару часов уже отметил, что посылку он мне отправил. Но посылка шла 22 дня. Ну и давайте после неудачной покупки я вам покажу удачную. Это ноунейм, так скажем, вещь. Потому что это фартук. Кто-то, возможно, уже видел в распаковках. Я чуть ранее выкладывала именно процесс распаковки. Но сейчас я покажу детали. И на самом деле я очень довольна этой покупкой. Ткань у фартука достаточно плотная. Он не стоит колым, но при этом и не тоненький. Знаете, такой идеальный средний вариант. По ощущениям и внешнему виду очень похоже на джинсовую ткань. Но такую, знаете, не сильно плотную. Собственно, как говоря, уже сказала, средней такой плотности. У продавца этот фартук представлен в трех цветах. У меня светло-голубой. Есть еще просто голубой. И какой-то темно-синий, что ли. На фартуке есть бирка, что фартука стопроцентного хлопка. Собственно говоря, тут я абсолютно не сомневаюсь. Я не знаю, можно ли так сказать, но я искала какой-то интересный, стильный фартук. Знаете, не как у бабушек. Не как такие хлопковые, тоненькие, как это продается у нас в цветочках и в вишенках. А что-то такое стильное. В этом фартуке есть несколько карманов. Я бы сказала, даже три. Внизу два кармана и один сверху. Я приобрела этот фартук для кухни. Но если, например, вы творческий человек, мне кажется, это идеальный такой а-ля рабочий инструмент будет, чтобы защитить вашу одежду. У фартука немного непривычный способ надевания. Это, знаете, не одна лямочка, которую мы надеваем на шею. Выглядит немного похоже, как сарафан, когда мы надеваем. По стоимости на момент покупки он стоил 985 рублей без скидок. Мне обошелся в 516 рублей. И доставка заняла 20 дней. Следующее, что хочу показать, это вот такая шапка Бини. Шапки Бини сейчас актуальны, модны. Это один, наверное, из самых универсальных вариантов, который подойдет почти, да, наверное, к каждому, любому варианту верхней одежды. Скажу сразу, что шапка мне очень понравилась. Она качественно сделана. Она хорошо выглядит. Она не очень толстая и не тоненькая. Такой, ну, хороший, очень хороший вариант. До такой степени хорошей, что я заказала себе еще две в других цветах. Она выполнена из стопроцентного акрила. На момент покупки она стоила 379 рублей. Мне со скидками обошлась в 238. И доставка заняла 11 дней. Шапка представлена в 15 цветах. Ну, а теперь покажу другую шапку. И можно будет ее сравнить. Эта шапка, честно скажу, меня слегка разочаровала. С учетом, что у нее больше 12 тысяч покупок и практически, ну, очень хороший рейтинг. То есть я ее купила, основываясь именно на отзывах и на рейтинге. Она очень маленькая. Я не знаю, может, у меня большая голова, конечно. Но дальше вы увидите ее на мне. Она выглядит очень странно. Я ее покупала в какие-то распродажи. И поэтому она обошлась мне всего в 23 рубля. Хотя стоила она 220 рублей. Она представлена у продавца в 17 цветах. В целом у меня нет каких-то особых претензий к этой шапке. Единственное, это что она очень маленькая. Сидит на взрослом человеке достаточно странно. Идеально для ребенка, как вы видите. И дошла она ко мне за 22 дня. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки. Подписываться на канал обязательно. Ну и, конечно же, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Ну а сейчас пока-пока. До новых встреч. Увидимся.